День Кубанского казачества в Северском районе отметили в станице Азовской у часовни Александра Дневского. Начали по традиции с праздничного молебна. Поздравить собравшихся с праздником приехали почётные гости – глава района Андрей Дорошевский и атаман Алексей Подобный. Я искренне рад тому, что казачество живёт на Кубани, процветает, приумножается. Это дорогого стоит. Все мы обязаны помнить, хранить историю и традиции нашего народа, наших предков. Пока мы их помним, пока мы чтим, значит, не зря они переселились сюда, не зря они здесь воевали, осваивали земли. И сегодня казаки показывают свою доблесть. В числе первых добровольцев они отправились в зону проведения специальной военной операции. Минутой молчания почтили память погибших героев. Почётными грамотами отметили достойных представителей казачества. Орденским знаком за веру Кубань и Отечество первой степени наградили Евгения Алышева. После официальной части участники и гости праздника переместились на поляну у солёного источника. Юные казачата показали прекрасное владение шашкой. В 2022 году исполнилось 326 лет со дня образования Кубанского казачьего войска. На сегодняшний день оно насчитывает 57 тысяч человек. Одна из основных задач казачества – сохранение традиций, в том числе через воспитание молодёжи. Ну и, конечно, какой казачий праздник без песен. Гости с удовольствием слушали любимые композиции и подпевали знакомым мотивом. Работала на празднике и полевая кухня, где всех желающих накормили вкусным обедом.